Меня зовут Александр, мне 31 год. Я вам хочу рассказать немного о своей жизни. Родился я в нормальной, статистической, по Советскому Союзу, семье. Отец у меня военный, летчик. Мать обыкновенная рабочая была, которая работала на фабрике. И вроде ничего не предвкушало моей семье, ничего плохого. Как бы все было нормально в моей жизни. Я учился на 4-5, закончил школу хорошо. Пошел в училище. При развале Союза я пошел на обмен валют. Стал менять валюту. И это жажда денег, которая была на то время. Я зарабатывал за день трехмесячную зарплату своих родителей. И меня как бы это подталкивало идти дальше, дальше. Я закончил училище, пошел в армию. В армию я попал, меня отобрали обслуживать службу безопасности Украины, отдел военной контрразведки. Я был водителем и возил начальника стратегической дивизии, стратегического назначения. Потом пошло разоружение. И в моей жизни произошел момент, когда мне дали попробовать наркотик. Мне предложили. Я смотрел, и я не понимал этого. Хотя траву я курил с ранних лет, с лет 14. Курить я тоже начал очень рано. Я не отказался. Я предложил ли мне, я его попробовал. Вы знаете, честно, чувство было у меня первое отвратительное. Я целую ночь не спал. Ну, потом пришел момент, когда я ушел с армии, демобилизовался. И я помню слова до сих пор этого наркомана Одессита, который дал мне попробовать, говорит, приедешь домой, будешь колоться. Я ему отвечал, нет, я не буду колоться, потому что я не знаю. И вы знаете, когда я пришел с армии, началось это движение, рэкетиры, бандиты. И я попал в это движение все. И как бы пошли точки продажи наркотиков. И меня это захлестнуло. Это, как говорится, блатная жизнь, деньги, машины, женщины, девушки. Все это меня захлестнуло. Наркотик в том числе стал неотъемлемой частью. Вы знаете, наркотик меня привел к тому, что я без него уже жить не мог. Мне до того было с наркотиком плохо, что я не знал, куда мне деваться. Я лечился во многих клиниках, во многих медицинских учреждениях. К бабкам шептухам меня возили. Я хотел избавиться, но не смог никак сам. Вплоть до того, что отец, будучи военным, он пристегивал меня кандалами. Я утром просынался пристегнутой к батарее на тросу. И трос доставал до туалета только и до ванны. Я чудным образом отцеплялся. Я живу на девятом этаже. И с девятого этажа по застекленному балкону зимой залазил на крышу. Потому что мне нужна была доза. Потом, естественно, я начал гастролировать по Украине. И остановился я в Донецке. Познакомился с девушкой. И предложил ей выйти замуж. И вы знаете, она согласилась. И в первую брачную ночь нормальные молодожены подарки разбирают. А в первую брачную ночь меня жена нашла под забором, недалеко от точки. С передозировкой. Пока меня привезли в реанимацию, я уже был мёртвый. Врачи сказали, что я умер. Я был чёрный, как земля. И они ей сказали... Стояла девочка в свадебном платье в реанимации. Мне говорят, иди домой, он умер. Она говорит, ну как он умер, если я только что вышла за него замуж. Вы знаете, чудным образом, я даже не знаю каким... Прибежала мне сестра, я сказала, что со мной что-то происходит. Они, врачи, прибежали и возвратили меня к жизни. Не знаю, что они мне делали. Но в следующий день я ещё был в трупных пятнах. Родители, увидевшие это всё, поняли, собрались и уехали. Знаете, я прожил с женой недолго. Меня посадили потом. Естественно, с наркотиком следует тюрьма, утрата здоровья. И пока я сидел в тюрьме, у меня умерла молодая жена. Вы знаете, и меня это тоже не остановило. Я в один прекрасный момент пришла пустота, когда я сидел просто дома и не знал, что мне делать. Мне было всё равно или вешаться, или выпрыгивать с балкона, или чтобы меня где-то убили, или застрелили. Мне было всё равно, у меня была пустота. И у меня была визитка центра реабилитации. Я попал в центр реабилитации. Вы знаете, здесь меня коснулся Бог. Меня коснулся Бог, и я понял и осознал, что без Него я никто и ничто. И меня так зацепило это, во мне всё перевернулось, что я захотел жить. Я захотел жить дальше. Я полностью, у меня изменилось мировоззрение. Бог меня освободил от наркотика в один момент. Откуривая, я даже забыл запах сигарет. И начал возрождать. Хотя утрачено было много здоровья. И вы знаете, врачи, когда я обратился к врачам, они начали меня обследовать. Они вообще ужаснулись. Профессора в Киеве смотрели и говорили, как ты можешь ходить, если у тебя иммунная система работает всего на 8%. У тебя должен быть постельный режим. Вы знаете, я им отвечал, что я верой живу. Я не знал, как я живу. Я мог спокойно загрузить прицеп дров и чувствовать только лёгкое недомогание. И до сих пор врачи удивлены. И вы знаете, я успешно прошёл курсы реабилитации. И та любовь Божья, которая вложила в сердце, Бог вложил мне, она начала изливаться. Ненависть пропала, злость пропала. И сейчас я служу администратором в центре реабилитации. В 2007 году я также был участником поездок по колониям Украины. Я также играю на гитаре, прославляю, пою песню и хвалу Господу. Я также занимаюсь какими-то хозяйственными работами в центре реабилитации. На будущее, знаете, у меня есть планы о семье. У меня есть планы дальше жить с Господом.